Кто стал обладателем премии «Студент года»? Когда мы видим, что студенчество Федерального университета занимает ведущие места в области науки, творчества, спорта, других направлений, мы, безусловно, гордимся и радуемся. Мы радуемся тому, что тот потенциал, который сегодня есть в студенческом сообществе Казанского Федерального университета, настолько высок, что практически все пьедесталы всероссийских форумов и конкурсов занимаются студенчеством Федерального университета. Что будет, если поместить бенгальский огонь в мандарин? У нас палец есть, он непрозрачный. По сути, я смотрю свет и не вижу ничего, что сквозь палец находится. Но как только я возьму более интенсивный свет, допустим, светодиод от смартфона, то мы увидим, что палец начинает светиться. Прекрасно видно, что он некоторого такого оранжевого свечения. Это можно объяснить тем, что именно этот спектр и звучание проходят через палец, именно этот диапазон цветовой, а все остальные гасятся. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Валерия Карташова. В Институте управления экономики и финансов Казанского Федерального университета прошло профориентационное мероприятие «Карьерный бустер» для старшекурсников УЗА. Учащиеся узнали, как правильно заполнять резюме, на чем делать акцент в самопрезентации и как вести себя на собеседовании. Участниками «Карьерного бустера» стали учащиеся старших курсов КФУ. Встреча организована Центром карьеры Департамента образования КФУ. Напомним, что ранее Центр провел карьерное мероприятие для студентов совместно с мэрией Казани. В процессе трудоустройства люди часто совершают разные ошибки и испытывают чувство демотивации, что вроде бы я делаю определенные шаги, но не получаю желаемого предложения. И вот именно моя лекция по структуре, что изначально нужно поставить карьерную цель, соотнести свои профессиональные навыки со своими ожиданиями от будущего работодателя, качественно составить резюме, подготовиться к собеседованию. Именно эти все шаги и ступени помогут человеку трудоустроиться на работу, и не просто на работу, а на ту работу, которая будет полностью соответствовать и удовлетворять его ожидания. На самом деле у меня очень позитивный опыт работы со студентами, и не могу сказать, что именно есть проблемы. Если человек умеет себя правильно презентовать, рассказать о своих карьерных целях и ожиданиях, если он готов первый год своей работы посвятить закреплению навыков на практике, то проблем не возникнет. Очень важно правильно подойти с определенными целями. Конечно, если студент придет с ожиданиями зарплаты в миллион и совершенно отсутствием опыта, то могут возникнуть сложности. Именно поэтому я рекомендую сверять свои навыки, то, что у меня уже есть сейчас, со своими ожиданиями, что я хочу от будущей работы. И всегда составлять для себя некий такой план развития на будущее. У меня есть карьерная цель, сейчас у меня есть вот такие навыки, что мне необходимо развивать для того, чтобы этой карьерной цели добиться. В Казанском федеральном университете состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов ежегодной премии «Студент года КФУ». Лучшие обучающиеся, принесшие в копилку университета большое количество наград, выявлены в 29 номинациях. О том, как прошло мероприятие и кто смог стать победителем главной номинации, расскажем в следующем сюжете. Стены Казанского федерального университета не раз видели различные церемонии, награждения и вручения дипломов самым выдающимся лицам университета. Так, 20 декабря в императорском зале собрались почетные гости, учащиеся и преподаватели, чтобы отметить достижения лучших студентов-активистов, упорно трудившихся на протяжении всего года и развивавших свои навыки в разных областях. Торжественную церемонию открыл первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Он поздравил всех сидящих в зале от лица ректора университета Ленара Сафина и отметил, что студенчество нашего университета – лидер молодежного движения во всей России, а также рассказал гостям обо всех тех критериях, которые так или иначе учитывались при вынесении решения относительно победителей. Как всегда, в преддверии Нового года начинается волшебная пора определения финалистов, лауреатов, номинантов премии «Студент года». Но волшебства тут мало на самом деле. Тут очень серьезный труд в течение не одного года каждого студента Казанского университета, который пожелал участвовать в этом конкурсе. Это и напряженная учебная работа, это и участие в научных исследованиях, участие в различного рода спортивных, культурно-массовых, патриотических мероприятиях. В рамках блока «Студенческий потенциал» благодарственными письмами за вклад в развитие молодежной политики Республики Татарстан были отмечены старший психолог Департамента по молодежной политике Эльвира Воробьева и доцент кафедры охраны здоровья человека Центра медицины и формации КФУ Наиль Салихов. Дипломы вручил министр по делам молодежи Республики Татарстан Ренат Садыков. Во вступительной речи он отметил, что тот потенциал, который есть в студенческом сообществе КФУ, настолько высок, что практически все пьедесталы всероссийских конкурсов занимает студенчество Казанского университета. Человеческий потенциал – это то, чем мы гордимся каждый день, каждый год. И когда мы видим, что студенчество Федерального университета занимает ведущие места в области науки, творчества, спорта, других направлений, мы, безусловно, гордимся и радуемся. Радуемся тому, что тот потенциал, который сегодня есть в студенческом сообществе Казанского Федерального университета, настолько высок, что практически все пьедесталы всероссийских форумов и конкурсов, они занимаются студенчеством Федерального университета. В номинации «Лучшее информационное освещение» победу одержала Алия Кульборисова, студентка третьего курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Еще в прошлом году она также подавала заявку на участие, однако осталась лишь в списках лауреатов. В этот раз девушка решила снова стать участницей и одержала победу. По ее словам, следующий год не станет исключением, и она готова снова попробовать себя уже в других номинациях. Я была очень удивлена, потому что рядом со мной были очень сильные конкуренты, например, та же студия «Ай», которая выиграла Россию. И мне казалось, что выиграть я точно не смогу, потому что конкуренция действительно сильная. Насколько я знаю, 17 человек подавалось в моей номинации, и вот получается в финал вышли трое. Ну, я была счастлива, что получилось. А вот обладателем гран-при ежегодной премии студент года КФУ стала магистрантка второго курса Института филологии и межкультурной коммуникации Наталья Шилова. Вручил награду и поздравил магистрантку обладатель гран-при конкурса в прошлом году Аммар Хусейн. В торжественной речи девушка поблагодарила своих наставников и родителей. Отдельно она выразила благодарность Казанскому федеральному университету за то, что он всегда помогает своим студентам. На самом деле очень сложно сдержать эмоции, потому что очень трепетно стать лучшим студентом Казанского федерального университета. И в первую очередь хочу сказать спасибо своим наставникам, своим родителям и, конечно же, Казанскому федеральному университету за то, что он всесторонне поддерживает своих студентов, который любит своих студентов, и благодаря которому мы становимся теми, которыми мы есть сейчас, с самыми лучшими людьми. Спасибо, Казанский федеральный. Также чествовали лучших преподавателей-наставников и лучших преподавателей-воспитателей, а вечер сопровождали вокальные и танцевальные номера. Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Универ Новости. Новый год, как правило, двигатель трендов на просторах интернета. И с каждым разом пользователи социальных сетей все больше проявляют свою фантазию. А вот вы думали о том, что будет, если горящий бенгальский огонь поместить в обыкновенный мандарин? Как раз об этом расскажем в следующем сюжете. Сейчас люди по всей стране заряжаются новогодним настроением, и делают они это не самым обычным способом. Например, прямо сейчас за мной люди с помощью обычного бенгальского огня и мандарина, которые уже наверняка есть у вас у всех в запасе, создают необычный научный эксперимент, результат которого вас поразит. Ожидание Нового года наполнено особой атмосферой волшебства и счастья, когда каждый человек хочет верить в чудо и ждет исполнения своих желаний. Одним из самых любимых моментов новогодней ночи является, конечно, бенгальский огонь. Мало кто знает, но разнообразить празднование можно необычным сочетанием мандаринов и бенгальского огня. Пользователи сети интернет уже вовсю экспериментируют и транслируют это в своих аккаунтах социальных сетей. Сам опыт выглядит достаточно просто. Бенгальский огонь помещают наполовину в мандарин и потом поджигают. Огонь доходит до мякоти фрукта и, казалось бы, из-за влажной среды плода огонек должен потухнуть. Но законы физики позволяют сделать из мандарина не только лакомство, но и самый настоящий фонарик. В интернете набирает популярность тренд, где люди помещают бенгальский огонь подожженный в мандарин, и мандарин играет таким неким фонариком. Что за магия? Мандарин сырой, мандарин непрозрачный. Почему так происходит? На самом деле магии никакой нету. Все это законы физики и законы оптики, которые позволяют мандарину светиться, когда мы помещаем в него горящую свечу. Как вы понимаете, если мы засунем бенгальский огонь, не зажженный, в мандарин, то никакого света не будет. Поэтому никаких химических реакций в этой системе мы не наблюдаем. А с точки зрения физики бенгальский огонь горит и освещает изнутри наш мандарин, а мандарин, в свою очередь, освещает поверхность, потому что он является прозрачным. Он прозрачный, так как существует закон Бугера-Лампер-Табера, который утверждает, что интенсивность света, проходящего через некоторую среду непрозрачную, спадает по экспоненте. Так, ну, вставляем в мандаринский огонь. Немного кривого она. И поджигаем его. Наверное, свет нужно будет потушить. Пока просто бенгальский огонь в мандарине. Да, пока он горит. Он пока вне мандарина. Он находится, по сути, в воздухе. Как только он заходит в мандарин, так как температура горения бенгальского огня порядка 1100 градусов, он, так сказать, испаряет все, что там находится внутри, и поэтому есть кислород. Он не успевает затухнуть. И мы видим, что немножечко, немножечко изнутри сочится и проходит свет от мандарина. Ну, и запах, да, жженый какой-то, вот такой сахар или еще чего-то. Вот он вот проходит, проходит и выходит из мандарина. То есть он продолжает гореть? Да, он продолжает гореть после того. Просто он не тухнет. И этот эффект можно пронаблюдать даже, используя простой светодиод. Вот. Нам не обязательно брать в руки какую-то сложную такую схему, да, горячую. Вот. Берем просто светодиодик, вставляем внутрь, и если он интенсивный, мы увидим его свечение сквозь мандарин. Для некоторых людей зрелище выглядит удивительным, но если разобраться, то законы физики и оптики объясняют и упрощают все. При этом атмосфера эксперимента не становится менее волшебной. Пользователи в сети обсуждают нюансы, как именно поставить бенгальскую свечу в мандарин. Есть два варианта. Вставлять макушкой свечи внутрь или чуть обрезать нижнюю часть проволоки, за которую обычно держится руками. И поставить так, чтобы часть, которая должна гореть, оказалась в мандарине. Вот смотрите, у нас пальцы есть, да, вот он непрозрачный. А по сути, я смотрю вот свет и не вижу ничего, что сквозь пальцы находится. Но как только я возьму более интенсивный свет, допустим, светодиод от смартфона, то мы увидим, что палец начинает светиться. Прекрасно видно, что он некоторого такого оранжевого свечения. Это можно объяснить тем, что именно этот спектр, да, и звучание проходит через палец, именно этот диапазон световой, а все остальные гасятся, они поглощаются нашим пальцем. Аналогично мы можем увидеть это и на других фруктах, а именно на винограде, на банане, ну и вообще на всех остальных, потому что основная масса вообще любых фруктов и овощей – это вода. Вода является на самом деле прозрачным материалом, и поэтому видеть свечение, проходящее скорость эту среду, довольно-таки легко. Самое главное – не забывать про безопасность и очень осторожно подходить к эксперименту. Эксперты напоминают, что бенгальский огонь – это в первую очередь разновидность ручного фейерверка, и зажигать его в местах, где находятся легковоспламеняющиеся предметы, не стоит. Валерия Карташова, Аделя Файзулина, Универ Новости. Проект аспиранта Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского Федерального университета Алфа-Яада Асима Гани Хашима одержал победу в номинации «Нефтяная промышленность. Молодость. Успех. Перспектива» 6-го республиканского конкурса «Инженер года-2023». Проект имеет важное научно-прикладное значение для предприятий по добыче нефти и газа. На конкурс аспирант КФУ представил уникальную технологию использования ультразвукового воздействия. Она позволяет очистить призабойную зону пласта и в целом увеличить нефтеотдачу, а также снизить финансовые затраты. В рамках проекта было опубликовано 32 статьи и тезисы, в том числе публикации в журналах, индексируемых базами данных «Скопус» и «Вэповсайенс» «Вак РИНС». Также были разработаны два учебно-методических пособия. Получены два патента РФ на изобретение и подана еще одна заявка на патент на изобретение. На этом все. В студии была Валерия Карташова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!